Милые девушки, всем привет! Меня зовут Аня, и вы попали ко мне на канал. И сегодня я хочу ответить на многочисленные вопросы по поводу своего ухода домашнего за своим лицом. Так что, если вам интересна эта тема, продолжайте смотреть, подписывайтесь на канал YouTube, подписывайтесь на страничку в Instagram, я там выкладываю очень много интересной и полезной информации. И вначале я бы хотела вам ответить на такую свою систему, рассказать, в чем же заключается сам уход и мой подход. Я себе сделала, как всегда, подсказочку, так что буду немножечко подсматривать. Но первое, хочу сказать о том, что у меня комплексный подход, который я уже применяю, наверное, на протяжении трех лет. Вот. Именно в этот момент, именно в то время я практически, не практически, а полностью отказалась от каких-либо косметологических вмешательств, видеоуколов, красоты. Я сейчас аргументирую, почему это было, как бы, скажем так, такой путь мной был выбран, да, и все систематизирую. Давайте сразу же тогда перейдем к этой части, да, почему и как, почему я не использую никакие уколы. Я помню, когда я приехала в город Екатеринбург, мне было 28 лет, и про ботексы, уколы и так далее, я говорю на полном серьезе. Я не то, что не задумывалась слышать, слышала, знала, знала, но то, что мне это необходимое, даже не задумывалась. До момента переезда, и когда я стала слышать, ну, как бы, началась постепенно организовываться как хоть какое-то минимальное общение с, как бы, налаживание контактов с девчонками, и на меня все вот так вот смотрели, говорили, как, ты не используешь ботекс, ты не используешь, там, биоревитализацию, гелоуронку, и я поняла, что да, наверное, я немножечко отстала от жизни, срочно нужно исправлять эту ситуацию. И, конечно же, по советам тех знакомых девочек, я прямиком отправилась к их косметологу, который, конечно, мне рассказал о том, что это необходимо делать. Но я вам так просто сориентирую, тем девочкам было 24, а мне было 28, и они начали уколы с 20 лет, и им объясняли косметологи, что это обязательно, это необходимо, это вклад в себя, вклад в будущее. А я в 28, ну, как бы, даже не прикасалась, да, никаким уколом. И, соответственно, я начала эту же песню слышать от косметологов. Было сделано в межбровку, да, вот в межбровку, я не знаю, как она называется правильно, уколчик, и в область под глаз, потому что у меня мимика очень-очень активная, я постоянно улыбаюсь, и, соответственно, мимические морщинки от них никуда. Что произошло? Этим экспериментирую, как бы, в таком духе я экспериментировала два раза здесь и три раза под глаза. Причем я меняла косметологов, они все были высококвалифицированные, само собой, разумеется. В общем, мне природа просто помогла, потому что у меня сумасшедшая аллергия на ботулотоксин, да, потому что это в чистом виде яд. И от биорлевитализации гелоуронки я не видела то, что мне, ну, как бы, рассказывали, обещали, мне казалось, что до я выглядела гораздо лучше. Должно было пройти определенное время для того, чтобы это все дело у меня рассосалось. И когда я поняла, что было испорчено при помощи укольчиков, да, и время идет, возраст идет, и что-то нужно все-таки делать, я поняла, что нужно находить, значит, какую-то придумывать самостоятельно свою систему, которая будет работать именно с моим лицом, да. Поэтому все, о чем я буду говорить, это касается только моего лица. И сразу же оговорюсь, в данный момент времени на мне нет никаких уколов, да, но будет мне 40 лет, я не знаю, буду ли я ими, как бы, пользоваться, да, если я буду понимать, что моих ресурсов, моего организма, моего лица, моего, там, коллагена, да, будет мне хватать, и будет что-нибудь изобретено такое, что подойдет конкретно для меня, конечно же, я этим воспользуюсь, поэтому я ни от чего не зарекаюсь, и я категорично ни к чему не отношусь, кроме как в данном возрасте, в данный момент времени по отношению к уколам. И кто не знает, мне 34 года, у меня есть сыночек, поэтому, ну, мне кажется, это уже такой возраст, когда можно говорить о том, в хорошем ли состоянии кожа при домашнем уходе. Вот поэтому об этом, мне кажется, очень важно вам было рассказать, чтобы вы уже в дальнейшем понимали, будете ли вы хоть что-нибудь использовать, ну, допустим, да, вы же все спрашиваете, чтобы я что-либо посоветовала, поэтому советы я не даю, а я могу рассказать про себя, да, и, может быть, какие-то мои рекомендации откликнутся и у вас, и вам тоже что-нибудь подойдет, как вариант. Поэтому комплексный подход, я расскажу, из каких ступеней это все произрастает. Следующее. Использование своих ресурсов, а это именно то, что вам дано в данный момент времени, да, потому что я очень часто слышу и слышала в то время о том, что чем раньше ты уколы делаешь, тем это все имеет накопительный эффект и так далее и тому подобное, на мне это действие не произрастает, оно не работает, и, ну, в общем, здесь, я думаю, все понятно. Следующее. Я отношусь к своим морщинкам, да, и сразу же хочу сказать о том, что в данный момент времени, в 34 года, я практически довольна и удовлетворена внешним видом своего лица, и расскажу, что мне в этом помогает, да, и также хочу сказать о том, что я очень благодарна морщинкам. Почему? Потому что я сразу же понимаю, что если у меня очень сильно начинает быть выражено, причем у меня вот таких морщин нет, я никогда не хожу удивленная, да, а я там могу, наоборот, там посидеть, похмуриться, и если я вижу и понимаю, что они у меня, ну, скажем так, уже наглядно сильно видны, я сразу же начинаю контролировать и отслеживать, а почему во мне получилась та или иная эмоция, для чего она мне нужна? Она мне благость как бы придает и украшает моё лицо, или наоборот, нужно задуматься, и вместо того, чтобы бежать и делать уколы, да, просто нужно, ну, скажем так, начать контролировать и перестать всё время ходить в хумором состоянии. Для меня, да, это на самом деле работает. Самая-самая проблемная зона вокруг глаз, потому что я очень улыбчивая, особенно когда я при общении с другими людьми контролировать и быть такой мумией, конечно же, я не буду, не хочу и меня не заставить, поэтому область вокруг глаз, ну, как бы занимает большое-большое количество моих таких сил, да, эмоций я прикладываю для того, чтобы это всё было в более или менее приемлемом состоянии. И быстренько скажу, почему, допустим, я не использую биоревитализацию или гиалуроновую кислоту. Я, когда родила, я применила укол один раз в жизни. Я была результатом очень довольна, объясню, почему. И объясню, почему я в дальнейшем перестала, ну, как бы один раз поэкспериментировала, получила желаемый результат, и на этом всё закончилось. Потому что, когда я родила и на утро подошла к зеркалу, я увидела, что я вся-вся-вся-вся-вся в веснушках, в таких точечках рыженько-непонятных. Оказалось, что во время, так как я рожала сама, во время схваток полупали сосуды, и вот моя вся-вся-вся кожа находилась в таких вот полупавшихся капиллярчиках. Сухая кожа была до невозможности просто. И как только мне разрешил косметолог, к которому я обратилась, я сразу же пошла, и она мне сразу же сделала увлажнение. Оно на мне сработало великолепно. И если бы не наблюдение за знакомыми девочками, которые, ну так, злоупотребляют такими уколами, да, то, наверное, я бы тоже продолжила. Что я стала видеть? Я стала видеть очень-очень отёкшие лица. Как я понимаю, как это работает? Гелоуронка, она задерживает жидкость. Пить воды необходимо очень-очень много. И происходит отёк. Отёк этот потом, не хочется на себе показывать, но для наглядности, он начинает, конечно же, сползать вниз. И поэтому теряется и форма лица, да, это то, что я сейчас очень-очень часто вижу, да, наблюдаю. Поэтому корректное проживание наших эмоций, поверьте мне, оно может очень хорошо скорректировать какие-то там морщинки, которые нам наглядно не доставляют красоты. Дальше. Расскажу поэтапно все пункты. И я думаю, что на этом первая часть видео закончится. Во второй я уже расскажу про ту уходовую косметику, которую я использую. Итак, просто перечнем, да, что мне помогает поддерживать своё лицо в домашних условиях, в нормальном, приемлемом виде. Это вода, без которой я никуда. Я её пью, я везде об этом рассказываю, говорю. Следующее. Это питание плюс косметическое питание. Оно у меня выстроено определённого характера, с приёмом витаминов, да, определённых, которые помогают моей коже быть эластичной. Следующее. Это очищение качественное до, не знаю, скрипоты, да, чтобы у меня никакой продукт, используя косметику ежедневно, поэтому очень важно снимать косметику идеально. Дальше. Тонизирование. Это тоник и лёд, который я применяю. Я думаю, что в отдельном видео я покажу, как я его делаю, да, и варианты, скажем так, использования, да, какой лёд, для чего мы можем применять. Ну, конкретно его состав, не сам лёд. Потом сыворотка, крем, маски для лица. И то, что даёт результат тот, который сейчас есть на мне, это гимнастика для лица. Как бы я использую, наверное, все системы, которые только существуют сейчас на рынке. Я сделала выборочно для себя такой, скажем так, комплект упражнений, которые идеально работают, и я получаю то, что я хочу. Самомассаж для лица. Также я его провожу самостоятельно, курсами. Я даже никуда не хожу к косметологам, да, я это всё делаю сама, своими руками. Следующее. Отслеживание эмоций. Об этом я уже сказала. Следующее, то, что тоже есть в обиходе, это использование Дарсон Валя. О нём я тоже в следующем видео немножко подробнее расскажу. И самое главное, это макияж. Потому что, если я, допустим, сейчас бы сняла помаду с губ, то вы бы увидели, что у меня губы гораздо-гораздо меньше, чем они сейчас нарисованы, да, потому что сейчас косметикой мы можем сделать всё, точно так же, как, вот я слышала недавно о девочке, говорит, хочу менять форму носа. Я говорю, зачем? Есть же моделировка. Можно взять кисточку и себе нарисовать всё, что вы хотите, да, потому что зачем класть себя, подвергать такой космической опасности, да, ложиться под нож, когда есть сейчас курсы по визажу, да, сейчас множество есть на YouTube-канале, различные видяшки, да, когда вам могут рассказать, подсказать, как можно визуально сделать красивое, ну, приятное, скажем так, некрасивое, у всех понятие красоты своё, но приятное лицо визуального характера, вот, так что я надеюсь, что вам моя информация хоть чуть-чуть была полезна, оставляйте свои комментарии, отзывы, если я пойму, что эта тема супер, и она вам подошла, ждите, значит, второе видео. С вами была Аня. Волшебного, волшебного вам дня!